всем привет друзья с вами аскар у и project главное медиа людях центральной азии сегодня мы совместно с повы и технологии с приехали на digital bridge это международный форум сфере цифровых технологий айти бизнеса сегодня расскажем и покажем вам как прошло это мероприятие в астане итак дорогие друзья что же такое digital bridge digital bridge это международный форум который собрал более 15 тысяч гостей и участников разных сфер как международных специалистов так и отечественных на протяжении двух дней они будут делиться своими знаниями опытом инсайтами находками ну и самое интересное что тема digital bridge 2022 года это центральная евразия как технологический платформа так друзья определенно этой одной из самых крупных айти мероприятий которые проходили у нас в астане в казахстане да вообще в центральной азии одной из самых крупных надо отметить что организаторами являются акимат города астаны министерство инновации и аэрокосмической промышленности и технопарк айти стартапов астана хаб за что им большое спасибо молодцы такие мероприятия положительные считаю влияют на развитие технологий нашей нашем регионе на digital bridge 2022 представлено большое количество крупных компаний центральной азии например это бейгрупп мы видим здесь есть казах телеком халык банк здесь представлены caspik ez наверно самый любимый сервис для казахстанцев также здесь представлен freedom holding это наверное самая быстро растущая и успешная компания во главе которой стоит известный так скажем бизнесмен тимур турлов и так как мы сегодня на digital bridge совместно с huawei technologies вот собственно говоря их стенд где представленная информация про виртуальную реальность vr про зеленую энергетику облачные технологии 5g в общем интересный стенд остановимся на каждой технологии поподробнее так друзья у нас дмитрий перед нами сотрудник huawei technologies сейчас расскажет нам о стенде huawei technologies более интересно и подробно вот здесь мы хотим показать именно преимущество технологии 5g сравнение с технологиями предыдущего поколения такие как 4g 3g основное преимущество скорости но для вера также важно это низкие задержки потому что вы знаете то что когда вы одеваете шлем если у вас будут большие задержки при обработке картинки да у вас начнет кружиться голова именно 5g позволяет уменьшить эти задержки в сети до примемлемого уровня какая территория казахстана уже покрыта 5g где можно подключиться есть только тестовые зоны у всех операторов связи в разных городах алматы астана шимкент планируется да то есть мы ждем пока регулятор выделит частоты для 5g соответственно планируется то что следующем году уже будет массовое развертывание в больших городах технологии пятого поколения прикольно нет я будущее рядом фишкой этого digital bridge стало то что впервые гости смогут посетить официальную план площадку тик-топ которую как раз вы сейчас можете увидеть на кадрах так друзья передо мной улан у сена улан может кто-то и не знает поэтому представьтесь всем привет возможно некоторые из вас видели мои видео за авторством вона бетит черток это я учитель химии который пошел за детьми в тик-топ и обучая их там через аниме мемы музыку в общем такие вот дела как вам мероприятие как оцениваете его эффект очень интересное мероприятие я вот был приглашен сюда чтобы представлять стенд тик-тока были подписаны документы сотрудничестве астаны астана хаб и офиса тик-тока приезжал вице-президент тик-тока из лондона тео бертран очень большие планы потому чтобы сделать казахстан а конкретно алмату и астану творческими креативными центрами для центральной азии и части европы на мой взгляд форум проходит очень хорошо прошла пленарная сессия с участием главы государства топовые спикеры натворкинг это очень важная часть составляющая этого форума поэтому здесь разноформатные люди с разным бэкграундом поэтому люди должны прийти просто наслаждаться этим общением и наращивать контакты итак друзья мы продолжаем наше путешествие по digital bridge сейчас мы находимся в кибер-зоне где как раз таки здесь будет проходить турнир по дисциплине контр-страйк гоу среди участников из центральной азии добрый день во первых хотел сказать что очень уникальная площадка и для айтишников в первую очередь важно собираться и обмениваться идеями и все на этой площадке ходят и друг другом встречаются разговаривать возможно сейчас где-то там может быть в том углу или в этом углу где-то рождается единорог который казахстан завтра выведет вперед keep your energy high и как говорится развивайте эти сообщества казахстана да ну непосредственно у меня сейчас у самого будет выступление по части тогда по взаимодействию стик током это интересное обязательно была очень интересная часть с богдатом мусиным с айдином ракенбаевым которые немножко рассказали о чем какое будущее ждет казахстанцев в области всего там а банкинга не банкинга и бог услуг и прочее эта часть нравится главное чтобы слова теперь сделаны расходились потому что автоматизацию пообещали очень крутой первый раз посетил первый раз посетил мероприятие я заявлен как спикер а вот буду рассказывать про платформу тик ток про контент и как помочь брендам правильно создавать креатив именно на платформу тик ток да у меня 150 тысяч тик токи а тик токер вы не снимаете тренды такие там станциями даже снимаю не парись вообще сам тренды делаю недавно запустил первый тренд в казахстане называется он пепси ипси а суть тренда это показать руками пепси и в конце вот так рональдо здесь вылетает то есть я создал маску сделал ее и собственно она стрельнула снялись по ней на планете уже сто сто сорок три тысячи клипа разных вот самый наверное примечательный стенд который мы здесь реально тут внутри прям футуризм что это здесь получается экспериментальный космический модуль наша частная космическая компания из фи совместно с кгс разработали этот модуль для того чтобы проводить эксперименты среди команды космонавтов здесь до четырех человек могут автономно жить от полгода до года чтобы проверить их на взаимоотношения взаимосвязь в команде даже двери футуристичные вот мы во втором блоке итак друзья передо мной финалист астана хаббатла компания локат и мерлан является коммерческим директором расскажите про ваш стартап мы решили этим летом создать казахстанскую социальную сеть потому что это стало в принципе в последнее время очень актуально то есть мы создали интерактивную карту с возможностью снимать фото и видео и прикладывать это на карту чтобы ваше окружение видели ваши stories и то есть вы видите также как в инстаграме но точно теперь видите местонахождение аналога вот именно что нету есть условно отдельно туризм который это как справочный дает вам там маршрут есть один инстаграм но мы решили это как бы создать интегрировать все это вместе в одном приложении теперь вы визуально видите карту и точно местонахождение stories это то есть экспириенс мы говорим отзыв людей и точно местонахождение их на карте одна из ключевых кстати наших фич у нас есть дополнительная карта где вы видите все события ивенты мероприятия в своем городе здесь сейчас стендапы концерты кино форумы от бизнеса да можете сейчас уже пользоваться теста есть в веб-сторе есть плей маркете можно скачать доступно в пяти городах это астана алматы шенкен туркестана актау ближе к новому году мы думаем что что уже запустимся на всю страну итак друзья здесь шумно здесь играет музыка мы находимся в зале казахстан здесь будет проходить финал астана хаббаттла мы обязательно будем болеть за стартапы и как мы узнаем имя финалиста мы с ним обязательно поговорим ну что ж приятного просмотра в рамках форума digital bridge 2022 более 100 стартапов приняли участие в масштабной битве за лучший стартап астана хаббаттл под 10 финалистов выступили с трехминутной презентации на главной сцене и поборолись за призовой фонд который составил 18 тысяч долларов одними из партнеров астана хаббаттл стали huawei technologies а третье место присваивается с айбьоник итак друзья передо мной победительница астана хаббаттл сурга вот собственно говоря сколько это 10 тысяч долларов да на что потратить мы потратим эти деньги конечно же на улучшение нашей программы и на так скажем улучшение наших решений именно в казахстане и в кыргызстане работы с клиниками работа все что касается мам как пришла идея интересного стартапа нам было интересно протестировать во время коронавируса когда мы все по домам сидели и как бы нас уволили меня уволили с двух моих работ да и наш второй кофаундер ну скажем первый дату фауна ну реля бар пива попросила кое-что вот помочь с этой идеей и у нас получалось каждым месяцем все больше и больше клиентов привлекать участниц женщин и оказалось что это очень очень востребованная а востребованный продукт судя по нашему росту самый нужный миру на данный момент продукт потому что здоровье женщин она все еще остается не до конца изучены потому что войти сфере в основном до этого времени были мужчины а сейчас очень много девушек становится больше девушек и конечно я верю что женские решения тоже будет развиваться спасибо большое ну что ж друзья мы с вами побывали совместно с huawei technologies на форуме digital bridge было очень круто классное мероприятие с вами был аскар у и project главная медиа о людях центральной азии пока а я ухожу в виртуальную реальность а